Снижение курса рубля как источник некоторых возможностей для малого и среднего бизнеса в России, который выставил в трудные для экономики последние два года. Это лишь одна из тем сегодняшней встречи Владимира Путина с предпринимателями. В числе помех для развития своего дела участники назвали недоступные кредиты, выросшие штрафы и внеплановые проверки по анонимным жалобам, которые сами по себе проблема. И на этот счет у президента была одна историческая параллель. Репортаж Павла Краснова. В название форума организаторы вынесли вопрос, ответ на который был, в общем-то, очевиден всем. Особенно сейчас, в условиях кризиса в экономике, малый бизнес приобретает большое значение. На Всероссийский предпринимательский форум приехали несколько сотен бизнесменов. Здесь они попытаются найти решение сложной, но актуальной задачи, как сделать малый бизнес локомотивом экономики страны. Чтобы выслушать предложение бизнеса, на форум приехал и президент. Первым делом он пожелал собравшимся успехов и дал понять, это пожелание не просто дань вежливости. Мы все нуждаемся в ваших успехах. Вы сами нуждаете в них, и в странах все нуждаются. Мы всегда об этом говорим. Малый и средний бизнес представляет из себя, должен представлять из себя, действительно, опору развития экономики нашей страны. Отчасти опереться на малый бизнес можно уже сейчас. В прошлом году, несмотря на все трудности, малых предприятий в России стало больше, а их общая прибыль, хоть и немного, но выросла. Правда, и проблем у бизнесменов по-прежнему много, причем застарелых. И главное среди них – это доступ к кредитам. Ольга открыла свое дело всего год назад. Ее сыроварня пользуется успехом. Здесь покупатели могут своими глазами увидеть, как молоко превращается в сыр или творог. Но чтобы найти на все это деньги, ей пришлось брать обычный потребительский кредит под 40% годовых. Банк не пошел нам навстречу. Сказали, что вы не можете никак нам гарантировать стабильность, выплатить. Но ничего, не было никакого выхода, нечего было делать. Соответственно, мы рискнули, попробовали. Предприниматели жалуются. Мало того, что кредиты брать дорого, с малым бизнесом банки вообще зачастую связываться не хотят. Президента просят повлиять на ситуацию. У нас есть предложение поручить правительству проработать вопрос о утверждении в банках государственным участием, когда утверждаются коэффициенты для премирования руководящего состава банка, чтобы там был коэффициент, который зависит от снижения или от роста доли выданных кредитов малому и среднему предпринимательству в общем портфеле банка. АПЛОДИСМЕНТЫ Антон Германович так криво залубался. Вы же в банке не работаете. Основные трудности понятны. Не может быть низких ставок при определённой ситуации на рынках, в экономике. Иначе мы просто с обратной стороны подберёмся к этой экономике, а грим её палкой так, что она уже не встанет. Нужно быть очень аккуратными, не разваливать макроэкономический фундамент, на котором в целом достаточно устойчиво, несмотря на все внешние риски и сложности, стоит наша экономика. Действительно, особенно это касается банков с госучастием, тоже можно вполне посмотреть, а сколько они и в какие секторы экономики направляют свои ресурсы. Только там Роснефть и Газпром выдают, или они работают с большим кругом клиентов, в том числе с малым и средним бизнесом. И в зависимости от этого оценивать их работу, в том числе это касается и премиальных. О поддержке малого бизнеса в России последние годы говорили много и делали тоже достаточно. Есть налоговые послабления, снизилась административная нагрузка, но по словам предпринимателя она всё ещё слишком высока. Взять хотя бы штрафы, они выросли в разы из-за разного рода нарушения, платить приходится уже не по 40, а по 100 тысяч рублей. И вот на форуме предлагают идею не штрафовать бизнес сразу, а дать ему время и справиться. Мы хотим, чтобы была изменена концепция контроля и надзора. И главный принцип должен быть контролёр как консультант, а проверка как подарок. Поэтому, может быть, вспомните хорошие традиции советского времени, когда ведь контроль тоже был, и он был достаточно жёсткий, но контролёр приходил как консультант. Он выписывал предписание, давал время на устранение, два месяца. И если только это не было выполнено, тогда принимались уже меры другого порядка. В принципе, правильно. Я тоже с этим согласен. Конечно, у них там планы, наверное, какие-то существуют, сколько они там должны наколотить этих штрафов. Но не в этом смысл. Смысл не фискальный в данном случае. Смысл-то в том, чтобы создать нормальные условия экономической деятельности. Спасибо за то, что вы напомнили вот эту практику. Обязательно поговорим с коллегами на эту тему. Действительно, предупреждение, а потом штраф. Ничего здесь такого запредельного нет в этом предложении. Число плановых проверок бизнеса сегодня снижается, но ведь есть ещё и внеплановые. Более того, проверить бизнес контролёры обязаны, если к ним поступила жалоба. И даже если эта жалоба анонимная, а такой инструмент легко использовать, чтобы насолить конкурентам. Все жалобы, в том числе в интернете, они, конечно, должны быть индивидуальными. Иначе мы там, знаете, это не только касается жалоб в области работы малого и среднего бизнеса. Вообще, в целом, конечно, в интернете легко прятаться там, хамить, обзываться. И при этом заявлять свою позицию какую-то крайнюю. И при этом ещё неизвестно, кто это делает. Но если у человека есть какая-то позиция, есть какие-то претензии, пусть он скажет, назовёт себя. Иначе это не претензия и не жалобы. Это анонимка. И здесь только один проверяющий хорошо работал. Валерий Николаевич Берия с анонимкой. Говорили на форуме и о декриминализации бизнеса. Ещё в послании Федеральному собранию президент отмечал, только в 2014 году против предпринимателей возбудили 200 тысяч уголовных дел. До суда дошло меньше трети, но своего бизнеса многие лишились. Тогда Путин предлагал за незначительные проступки карать не тюрьмой, а деньгами. Вопрос в том, что считать незначительным. Сейчас это правонарушение, ущерб от которого не превышает 250 тысяч рублей. Предприниматели просят повысить планку. Увеличение этого порога сегодня, как предлагается, в полтора раза, проблему не решает. Мы просили бы рассмотреть возможность всё-таки увеличения этого порога кратно, ну или хотя бы раз в пять. Надо просто взглянуть, что в законе написано, я уже там по этим порогам увеличенного, не помню. Вы сказали в пять раз, миллион 250. Там просто общее для всех получается элитического лица. И для экономического субъекта они сейчас одни и те же. Да-да, конечно, нужно дифференцировать. И если речь идет о каком-то особо крупном размере, ну конечно, нет, они 250 тысяч. Конечно, можно раз в пять увеличить. Надо только внимательно с этим разобраться, что к чему, какие суммы, к чему относятся. И вполне эти пороги можно увеличить. Здесь я полностью с вами согласен. Предложение бизнесменов президент обычно переадресовывал правительству. Тем более, что в зале собрались практически все руководители экономического блока. Я смотрю, здесь большое количество коллег моих из правительства. Непонятно, кто в Давос поехал на лыжи кататься. С большим желанием что-то раньше ездили, а теперь не ездили. Видимо, денег не хватает на билеты. Экономят. Экономят. Это хорошо. Дома надо работать. Но если отбросить шутки, то у российского бизнеса за рубежом сейчас открываются неплохие перспективы. Снижение курса рубля помогает им находить клиентов. Наши товары иностранцам обходятся дешевле. И даже малым предприятиям есть, что предложить на экспорт. Уже несколько лет Сергей выпускает уникальные костюмы для охотников, рыбаков и туристов. Они не тонут в воде. И за границей их покупают охотно. Покупатели у нас за рубежом есть и с Норвегией. Буквально сегодня мы получили предложение с Англии, немцы. Ну и ближайшие зарубежья. Но даже его покупатели, это как правило частные лица. Быти на внешние рынки с крупными партиями продукции нашим бизнесменам нелегко и здесь надеются на помощь государству. Если сегодня говорим, что банки с государственным участием давайте оценивать по количеству выданных кредитов малому бизнесу, давайте наше торговое представительство зарубежное оценим по количеству визиток предпринимателей, которых они дали консультации, оказали помощь в продвижении российских товаров. По поводу торговых представительств, у них и так есть это поручение. У них это поручение и есть. Они должны поддерживать весь российский бизнес, крупный, малый, средний. Как оценить эту работу по количеству визиток? Визиток, мне кажется, оценить невозможно. Они вам знаете, сколько визиток? И грузовиками будут возить. И все же большинство поступивших от бизнесменов предложений президент поддержал. Высказанные на форуме идеи должны найти отражение в новой стратегии развития малого и среднего предпринимательства, рассчитанной на следующее полтора десятилетия. Павел Краснов, Михаил Акинченко, Марина Елисеева, Станислав Оплетин. Первый канал.